Не совсем обычно начал совещание с главами городских и сельских поселений глава Щелковского района Алексей Валов. Напомнил коллегам об их предназначении – делать жизнь людей лучше. Идя в муниципальную службу, идя работать чиновником, приступив к исполнению своих служебных обязанностей, никаких же, я уверен, здесь сидячих столом мыслей-то других нет. Чтобы и день начинался, и он заканчивался мыслями о том, что надо сделать лучше, чем было до того как. Мы должны в одной системе координат работать и обладать самой лучшей исполнительской дисциплиной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить регион качественной водой. В рамках реализации программы «Чистая вода» до конца года в Щелковском районе будут реконструированы порядка 10 ВЗУ и станции обезжелезивания. В то же время есть проблемы в центре города. Жители микрорайона Богородский вновь пожаловались на ржавую воду. Специалисты ищут решение. На входе в дом вода нормальная, абсолютно. И ВСВ нормальная вода. Она на выходе из станции 0,15. Завтра, Алексей Васильевич, в 9 часов начало промытия всего микрорайона Богородский. Водоканал управляющей компанией. В прошлом году мы промывали весь Богородский. Там было очень много тупиков, очень много было закольцовок. Мы все их открыли, полностью все закольцевали. Год вода была нормальная. То же самое и в Венске. Очень много обводов. Но управляющие компании, они не промывают свои сети. Внутри домовые. Толки промывают водоканал. Много вопросов на совещании так или иначе касались благоустройства. Одна из составляющих ликвидации так называемой мусорной рекламы. Несанкционированные баннеры, штендеры и даже билборды в районе практически ликвидированы. А вот расклейку на опорах освещения в наиболее оживленных местах победить пока не удалось. Давайте обдирайте. Каждый день, я сказал. Ищите возможности. Обдирайте, защищайте, крастьте. В качестве мер противодействия специалисты начали тестировать систему автодозвона по телефонам рекламодателей-нарушителей и обтягивание столбов сеткой. Мы сейчас тестировали, у нас на Толстинской был больное место, широкий столб с гладкой поверхностью, на который клеем наклеивали. Обтянули сетку, в течение двух недель уже объявлений нет. Я думаю, тоже дадим предложение нашим рекламщикам все столбы обтянуть. Завершается реконструкция жилого дома номер 29 по улице Парковой. Выполнен ремонт фасада, функционируют инженерные сети, на выходе кровельные электромонтажные работы, ремонт балконов. Часть квартир уже заселена. В остальных почти закончена внутренняя отделка и установка сантехники. Алексей Валов намерен приурочить вручение ключей новоселам к дню района и города. Напомним, жилье в капитально отремонтированном доме получат работники бюджетной сферы и правоохранительных органов. Люди получат квартиры, что у нас появится дополнительное количество врачей, учителей, которые будут приходить на работу в радостном настроении. Ну и сотруднику правоохранительных органов, для которых уже работа не будет отягощена тем, что у них нет своей собственной крышной головой. Вот это самое главное, что люди будут уверены в нас, а мы уверены в них. Меньше двух недель остается до главного праздника года Дня Щелковского района и городского поселения Щелково. В программе запланировано более 50 мероприятий, в том числе открытие новых общественных пространств. Ну а глава района потребовал, чтобы украшены и благоустроены были все центральные улицы и дороги города. Речь о покосе травы, нанесении дорожной разметки, ремонте дорожных изъянов, где это необходимо. Самыми заметными пунктами праздничной программы станут открытие сквера Пушкина, набережные между Старым и Новым мостами, благоустройство площади перед собором Святой Троицы, а также 20-летие фестиваля «Душоновские маневры». Мы совместили и «Душоновские маневры», на которые у нас из года в год туда приезжали в Душоново порядка, ну там до 11 тысяч было посетителей. То есть здесь они тоже дополнительно придут и придут из других городов. То есть мы должны подготовить как гостеприимные хозяева все для того, чтобы гости были довольны, и наши жители тем более должны быть довольны, чем в прошлый раз. Ирина Микеда, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».